смотрите ребят я вот такие вот жареный хлеб гренки света говорит жарила только наверно в бабе же я вообще такого редко делаю ну чуть сегодня так захотелось так что мы пошли хомячить всем приятного аппетита это хлеб обжаренный с яйцом вкусняшечка будем аппетита мои хорошие подписчики у нас атаковать мы сделали свет вместе она морковку я капусту короче быстренько организовали проголодались погрели пловик узненький наш в общем пошли мы покушать всем приятного аппетита это вкусно хочет даже вам скажу степка танцует здесь у меня каши доброе утро здесь я поставила мясо я сразу посолила кинула вружку сейчас она закипит все я потом это все солью воду наливаю другую пускай наварится умея в общем столько вот мясо я искала что они там за косточки нашла две кости другую кастрюльку мне не влезла поставил в такую большую пускай варится в большой потом буду больше варить в маленькой кастрюльке ну как поменьше чуть-чуть а это пускай теперь все кипит все здесь кастрюльку я налила бульон он у меня закипел сейчас я буду варить борщ здесь вот мяско положила но я одно уже ребрышка съела я люблю ее есть здесь у меня укропчик чуть-чуть остался замороженная морковка свекла и перец капуста картошечка и лучок томатная паста сейчас я буду готовить борщ все ребят у меня бульон закипел я побежала быстренько варить неужели мой любимый пусть как я поняла скучилась я уже давно не готовила сейчас картошечку нарежу трюночка разговариваю по телефону ангель подожди мне надо что-то снимать ну ладно отвлеклась я ждала ждала понимаю что уже у меня вода закипела так что сейчас она мне позвонит и скажу наташенька подожди я готовлю надо надо что-то жиденькая а жиденькая если какой-нибудь суп то у меня обязательно борщ или суп с фикадельками еще на такой любит больше я сама обожаю у меня сметанка есть так что я буду кушать сегодня довольна и чуть я картошки начистил много обычно я вообще там кладу чуть-чуть картошки а сегодня у меня что-то картошка прям много странно как даже не заметил как я ее начистил чувствую себя как бы получше но уж и значит периодически то одно заложено то другое я вчера уже нашла капли ушные у меня стояли и начала капли капать в уши чуть полегче стало вечером опять только на улицу выйдут ну как на улицу не выходить нужно дышать же нужно выходить я выйду чуть-чуть на улицу постою похожу по двору все у меня опять начинается все закладывает и очень подражает сейчас вот сходила чуть-чуть подышала свежим воздухом меня заложила нос опять хоть и не выходи я не ухожу там знать чтобы надолго на пять минуточек каких-то вышла подышала зашла только струлька у меня сегодня будет большая борща в принципе она не всегда большая потому что маленькую я не умею готовить сейчас сразу параллельно я делаю зажарку лук это у меня я всегда замораживаю когда есть возможность я замораживаю прям люблю когда так готовить размороженное все закинуло мне все нарезанное тут раз я делала борщ без перца но я не хотела перец у меня и без перца есть такое замороженное сейчас опять нашла залезала в морозилку искала нашла пакетик без перца мне не захотела без перца я нашла чтоб перчик у меня был лучок и капусту сегодня я хочу больше творить не сквашеной капусты а все же но хотела а мяско вообще прям любви мяско такое на ребрышках вкусненько зажарится я картошку кидаю если я варю больше сквашин капусту эту я капусту кидаю заранее она у меня варится а если свежий то я капусту кидаю в конце картошка поварить и покипит хорошо капусту на шинкуем буду готовить вкусненький борщ это приблизко с чечкой тесночок или лучок что нибудь мы были не живу так начинает потом болеть так что я редко когда себе позволяю как поесть вкусно но это очень вкусно тем более сейчас мяско у меня наверно с горчичкой чуть поем короче посмотрю что я захочу именно когда я лично есть сейчас данный момент я кушать пока не хочу не нужно позаниматься и чувствую что надо надо ну как бы я болела из этого и не занималась и то что нельзя нагрузки сильно физически делать сейчас положу получше можно наверное да как придет мазок придут брать меня посмотрим какой результат ну я думаю уже нормально все а ага а если будет так что не выпила как забыла ничего себе а я стала кашу сварила утром кашу поела и никакой лекарств не выпила у меня зажарился перед этого все что у меня замороженное отставляется до сковородичку я накрою это всю крышку а то что она замороженная так таблиточки все убить все стопли приближали на улицу вообще выходить нельзя света ты пила лекарства а светик светик мой светлана ты пила 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 лекарства забыла тоже я писал тоже забыла сейчас вот разбавлю витамин c витамин d коронавир завтра последний день лечения вот это пью самара это для разжижения крови один раз в день я знаете как интересно сейчас покажу когда зима лекарства пришло мне дали я начала смотреть как что петербург читайте по инструкции ну и достаю инструкцию сейчас сестренка позвонила и короче они сидят там с дочей кушать что-то за столом и у меня камера включилась они кверх ногами она хохочет кверх ногами ну я речь иду рассказываю о чем ну представьте в газету целое газетище состояние было такое мне очень плохо у меня болела голова безумно я прям не могла и ничего не вижу отдавала на глаза сильно я ничего не вижу я прочь взяла читаю я своему спрашиваю петь ну где тут найти вот как мне это лекарство принимать короче все способ применения вот он нашла а здесь очень много разного вот способ применения вот отсюда вот это вот все нужно прочитать и что вы думаете я читаю это все читаю и тут на одном пункте вот он чуть-чуть маленький тут две строчки неполные я на этом пункте мне что-то я на я читаю читаю мне что-то отвлекает и я лучше делаю разговаривала ну я отвлекаюсь и я приклад на нем ну все читаю дальше более я не могу найти что мне надо там именно есть такие пункты что там стрелом ноги или еще что-то ну всякое там много чего где назначает это лекарство прочитала не нашла я уже все такая расстроенная ну как мне его принимать читаю опять беру полностью это все как я опять этот пункт опять его пропускаю или мне отвлекли ли что я не вижу я уже все разозлилась я кину эту инструкцию говорю не буду читать все мой взял смотрел смотрел читал читал что он тут читал он говорит господи да это зачем только пишут я говорю не знаю все я успокоилась посидела все нормально стало прикрою чуть крышечкой потом села опять начала опять читать все серьезно они все уже с кухни ушли я села сама начала читать все читает что эту цель и в профилактике больными коронавирусом короче назначает одна таблетка один раз в день я сижу так порога игры не поняла все что а зачем это вот только много она же везде ну как бы она применяется во многих и тут вот всякие лечения все прописано по схемам как пить нужно короче тут отдельная группа людей пациента нарушение функции печени почек и короче всякое тут все прописано это представьте я читала на два раза и вот потом села и вот эту штуку прочитала но когда я это нашла увидела что это я прочитала я мужа позвала говорю петь смотри это точно так или нет он читает ну да а что-то грядки не могу я говорю я не знаю и не видела вот так вот инструкции вот одну таблеточку один раз в день не нужно пить а инструкция конечно у нас смотрите какая огромная так что я сложила и убираю ну когда я начала таки пить таблетки мне стало легче ногам у меня ноги прям вообще сводила конкретно но я так понимаю что из-за этого то что загрузки не крови у меня таблетки вот тут все стоят я не забывала сегодня забыла представьте как так а витамин c развела думаю что такое у меня и он не выпил вот иногда не пойму иногда я его пью мне он так нравится а она допью мне так противно у меня уж чешут это вообще прям невозможно не думаю скорее бы уже полегчало прям вообще чтобы меня уже опустила у меня должен из нас стоит и тут вот и не выходит мокрота ну как бы врач когда приходила детская наша мы с ней разговаривали ой как пахнет перчиком это морковкой какой аромат стоит вот ребят красиво пахнет вообще был где когда врач приходила я с ней разговаривала ну я объясняла как что его и ну вот у меня уж не отпускает но она мне там посоветовала что будет возьмите пока пахнет вообще говорит если это оттит пошел оттит без антибиотиков не лечится но если горит это как как коронавирусная инфекция ну как она такая болезнь что она может и на уши отдавать и на все на свете горит и сейчас курс лечения как пропьете если вас лучше не отпустят то это корона и уже идти я думаю блин за один день отпустят меня завтра или нет завтра придут я скажу что у меня лучше прям ну не справляется бесполезно закладывает прям сильно закладывать и это это наверное постоянно говорю что мне как лучше закладывает все картошечка у меня поварилась период отравляю капусточку сейчас как раз капуста у меня поварится зажарка зажарится едет и отправляю и мне борщичек борщичек к вашей я добавлю эту корочку меня остатки нашла заморожена я его отправлю и все у меня укроп и кажется закончился я там насколько сейчас искала в морозилке у меня она конечно вся заложенная сейчас искала там пока эти пакетика целая куча кое-как нашла так что такие вот дела сейчас сестреночки позвоню на сегодня выходная доченька выходная сейчас позвоню с болтаемся я хотела прямой эфир тикток пойти так как девчонки мои выходные я учиться позвоню с ними болтаю надеюсь что я сегодня пойду заниматься потому что я сейчас данный момент уже не не нормально времени как час назад я поела мясо когда она у меня сварилась а там два часа после еды или три часа можно заниматься ну я думаю так как раз пока больше настоится постоит и я думаю я если есть не захочу постараюсь сегодня прям позаниматься надо надо физическая нагрузка я почитала не сильно занимаюсь потому что не сильно нельзя делать нельзя потому что мне на глаз для этого я все хочу записаться в этот тренажерный зал ну где эти вот такие штуки которые занимаются не найду тут после нового года собралась же проходила там мимо думаю сейчас зайду запишусь я и буду ходить так вот я и заболела у меня корешки вот уже отрасли видно как нужно черненький покрасить наверно он не знаете на нападает я тут интернет вчера перешмонала ведь очень близно что и возле этого прям хочу перекраситься в цвет и мне нужно смыть волосы срочно меня накрыло я хочу давай прочее искать искала искала то есть все там будет все нашла как что это много противопоказаний потом как там волосы будут себя чувствовать короче большой уход нужно чтобы выйти мне черного цвета а потом посидела прикрою чуть-чуть брызгает посидела такая подумала вы представьте сейчас после болезни такой волос так вообще будет лезть я думаю нафиг сейчас все он у меня и так лес до этого до болезни у меня он нормально прям вылазил сейчас вот прям вообще он у меня это вот беру и прямо так резинку снимаю у меня прям полно все волос вылазил ну это то что болело но говорили что-то полосы вылазил и я не стала ничего делать но думаю если корешки то подкрашу чуть-чуть ну ближе туда февралю конце наверно чтобы они у меня не были такие как они сильно отличаются прям видно а полностью смывку не буду делать потому что это сильно травма будет и у меня вообще вот здесь по вылазит думаю не надо раньше вообще лучше останусь и так я заметила что у меня стало намного меньше волос вот за эти дни это прям вообще уму непостижимо я даже не представлял я когда видела люди рассказывают что как у них волос там вставлять в принципе у меня он всегда лес я не обращал внимание а сейчас до обратила внимание очень сильно хорошенько часы даже сюда дальше отойду резинку с него нет в принципе сейчас мало я просто недавно снимаешь среди у своего суть все и мне полность так рукой проводишь они у меня но так-то нормально это волосиков так-то нормально но вот видите как орешки или он отсвечивает корни все цвет другой делаешь в зале холодной батареи потрогайте а то это я тут-то на кухню очень тепло туда что-то пошла вот у меня периодически накрывает ребят то я чулку хочу подстричь то волос хочу под коры сделать короче 10 10 у меня 10 раз я всего передумаю что я хочу потом раз такая все успокоюсь ну все нормально что тени устраивает когда соберу волос мне не нравится кто опять звонит это номер да сейчас мне звонили стиль 2 просят ответить по ссылке там они круче отвечу и на вопросы мне на мой телефон скинут деньги они тут раз мне скинули тушилочку ну и что вы думаете я пока телеконки все я все почистила все ссылочки все убрала сейчас она мне звонит и говорит вы ответили на вопрос я говорю нет я нечаянно удалила удалила ничего страшно сейчас она пришлет мне опять ну вы ответите или нет я говорю что мне не ответить господи тем более на телефон деньги покажут что мне не ответить чего чего ничего кто обо мне не знает мне кажется все везде все уже знает что скрывать надо на вопрос я на все отвечу не переживай мы везде все зафиксированы сейчас ничего вкусненько пошло я говорю я иногда пью мне нравится иногда пью мне не нравится она прожигает не очень короче прихватка я большая бульончик наблюдаю вот я зажарила я всегда так хорошо зажариваю все чири отправляю все это в бочке сейчас у меня покипит еще чуть-чуть чтобы он у меня кипел сейчас он сильно у меня кипел на огонь был сейчас я ставлю на медленный огонь я большая бульончик наливаю сковородки на медленный огонь ставлю и он меня верю за ручку вешаю туда где у меня снизу полотенце висит а у меня-то сверху висит борщичек борщичек борщичок какая будет вкусняшечка у меня на соль ты не пробовала чеснок надо добавить чеснок у меня лежит тут блин так уж я будто стариноваты я недавно что приготовила пересолила пол пересолила чуть-чуть а суп еще какой какой-то я варила с макарошками и то что для меня он показался соленый сейчас чувствую что мне кажется что у меня соленый соленовато сметанку кину будет нормально почищу ну чеснок я уже кину когда он чат меня кипит сколько там минут 7 на медленный магнит а где крышка крышечку закроем пускай прокипиться мы закину чесночок и укропчик и все выключу и пускай стоит настаиваться сегодня будем вкусненько вкусненько послушать ну я верю не точно потому что я больше люблю очень сильно ну и вот хотела зайти в прямой эфир но не пошла потому что сестренкой под разговаривать ну все пока он опять хотел повесить не тут сверху нависит душновато прям чувствую что мне прям очень жарко на кухне и заложенность стоит она неприятная неприятная я вам скажу очень дальше хочется взять или это все убрать сверху что на всем не мешает они проходят при строне жду не дождусь такого момента когда мне болеть не будет мне вчера вечером и такую степень голова болела сильно я померила температуру нету голова болит это вообще чужого боли тяжеловато у меня вчера вечерочек был так все у меня он уже подкипел хорошенький я перчик кинула вот зелень кинула вот так у меня выглядит мой борщ вкусный и лаврушку кинула одну но она у меня сейчас у меня чуть-чуть полежит я и выкину то что я не очень люблю запах лаврушки я так я на чуть-чуть кидаю всегда покидываю аромат ребят это вообще обалденно на вкус уж попробовал вкусненько пускай настоится и я буду попозже кушать но кто собрался кушать данный момент или кто кушает приятном аппетита вам ребят